Ну как не повезло, подошел только к светофору, а он только начинает, только машины поехали. Я, короче, слушаю там разные лекции, просто познавательные. Ну в основном, в том числе, мне про космос интересно просто. Про... вообще интересно, просто про природу. Я бросил курить, но я решил это заменить выпивкой. Ну вот эти вот эсса, такое пиво, пока что. Наверное, лучше бы я продолжал курить, чем начинал пить, потому что я там пьяный, всякую чушь несу. Я вчера видео под названием... Бабушка ужаснулась, увидев сад моего отца, андроидный коллайдер в саду моего отца. Там, где я был слишком радостный и неуместно. Это возможно. У меня просто бывают всплески радости. Хотя я антитепрессат не принимаю уже недели две. Это возможно. Просто у меня бывает иногда посреди депрессии, иногда, очень иногда, всплески радости. Либо это связано было с тем, что я выпил много и уже как бы действие алкоголя проходило. И почему-то у меня настроение как-то поднялось. Мама рассказала, что отец ей возил бабушку. Она там жестко его крыло командовала им. Ну, я на самом деле не принимал никаких таблеток, там, ничего. От чего вот такая радость. Просто только алкоголь. Это бутылочки С, гараж и все. Только такой никакая не водка, там, не тяжелый. Ну, еще то, что я бросил курить, вот, странно. Казалось бы, должно было быть угнетение психики. А у меня наоборот была радость такая. А может, то, что я побрился. Радостно было на душе. Потому что, как знаешь, обновился. Огновился. Решил пока, что... Ну, там, кстати, сейчас весна. Там, да, мне... Там пишет, короче. Даже в танках мне один написал. Очень агрессивный чел. Просто... Просто... Просто сам по себе он больной, агрессивный. И он написал мне, там, очень агрессивный. По поводу того, что я, там, фугасами стрелял. Необоснованно агрессивно, там, вообще, на личность переходил. Ну, я... Просто... Понял, что это весеннее обострение у него. А так, да, у меня постоянно депрессия, апатия. После работы я разбитый прихожу. А, может, это еще как-то связано, что я проводил... То, что у меня радостное настроение было. То, что я проводил стрим. И там были челы. Там был хик. И... Я пьяный был. Наверное, как-то накопилось радости, что все-таки есть кто-то там... Что хик со мной дружит. Ну, хоть и удаленно. Вот такой всплеск радости бывает. То есть, а если бы хик... Сказал бы, я с тобой не общаюсь, там, вообще, все... То у меня не было бы радости, вообще. Я бы не записал такой видос. Где радуюсь, там, смеюсь чрезмерно. А насчет кистоопухолей, там, кисты в мозгу... Я не знаю, как это вообще, где проверяют. А, ну, это МРТ головного мозга. Ну, видишь, у нас медицина не очень-то развита. Причем тут вообще это... Органическое поражение мозга. Не знаю. Ну, вот, мужчины, например, они... Культура навязывает, что мужчины должны драться, там, все такое. Из-за этого привета ведет к органическому поражению мозга, повреждению. Мужчины живут меньше. Я меньше обращаюсь к врачам. Потому что тоже культура, что, типа, мужчина не должен обращаться за помощью к врачам, там, особенно к психологам, к психиатрам. Это, типа, не мужской поступок. Сейчас снега нет, но холодно. Я купил GoPro камеру, но крепление к ней там сложно найти. Нужно отдельно его покупать, чтобы еще неизвестно, подойдет ли оно, и как его крепить к этому креплению. Я, короче, не курил вчера, вот, кроме того, что меня угостила вот эта женщина с сигареткой. Я больше не курил, и сегодня утром не курил, и не покупал пачку сигарет. Но это сложное время сейчас, чтобы отказываться от курения. Ну, просто так-то, по идее, курение, оно вредно, может быть, опаснее, вреднее, чем алкоголь тот же самый. Вроде нету исследований, что алкоголь вызывает рак, там, или еще что-то такое. Просто я, когда пьяный, я всякую чушь несу, бреднее, там. А насчет безлики, я реально чувствую себя деперсонализованным, расчеловеченным, без, как бы сказать, разрушенная личность, растворенная. Вот как у Шемякина портреты жертв коммунизма, там люди растворяются. Ну, точнее, жертв тоталитарных режимов. Типа, человек растворяется просто в воздухе. Вот я так себя давно-давно чувствую, с тех пор, как Федорова напала в осенью 2013-го, сентябрь 2013-го. Если бы я был каким-то хитрым, я бы не выкладывал просто видео, где я пьяный всякую чушь несу. И если бы я был каким-то двуличным или хитрым, я бы как раз-таки скрывал свои мысли. А я не скрываю, я открыто. Душа нараспашку, как капля чистая. Пустота здесь реально и безликость, на самом деле, она в среде заложена здесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!